Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Обзор прессы» мы продолжаем знакомить вас с православными периодическими изданиями. Лампада. Газета Свято-Георгиевской церкви города Новоалтайска. Это приходское здание, которое пользуется большой популярностью не только в Барнаульской епархии, но и далеко за ее пределами. Потому что в нем подбираются материалы с учетом самой разной читательской аудитории. Особым вниманием пользуются рубрики «Духовное просвещение», литературная страничка «Однолюбы», в свежем апрельском номере в «Однолюбых» истории любви Юрия Алексеевича и Валентины Ивановны Гагаринах. Для маленьких христиан выходит детская страничка «Огонек», которая в доступной форме рассказывает детям о православной вере, помещая это замечательные рассказы жития святых по учительной сказке бабушки Дуни. Читатели газеты могут приобрести газету в церковных лавках Новоалтайска. Желающие оформить подписку могут обратиться в почтовое отделение по месту жительства. Подписной индекс 73627. Троицкая православная газета издается приходом церкви Казанской иконы Божьей Матери села Пучково Московской области. Газета содержит много полезной и нужной информации. На ее страницах освещается и приходская жизнь, и общецерковные события, наставления и проповеди священников. К 400-летию дома Романовых подборка о царствующих особых, начиная с Михаила Федоровича Романова. Толкование на священную книгу псалмов. Жития святых публикуются расписание богослужений. Как добраться до храма, каким транспортом и по какому маршруту, об этом также читатели узнают на страницах Троицкой православной газеты. Епархиальная газета «Преображение» распространяется по храмам Губкинской и Граевроновской епархии, входящей в состав Белгородской митрополии. Газета выполняет духовно-просветительскую миссию, которая направлена на выцерковление и просвещение христиан. Главным редактором является благочины Губкинского округа, настоятель Спасо-Преображенского собора города Губкина, «Пратерей Евгений Сапсай». Газета выходит один раз в месяц. Из нее читатели узнают о жизни церкви, событиях и новостях как общецерковных, так и епархиальных. Духовенство и миряне Губкинской епархии выражает свои искренние соболезнования всем родным и близким людей, погибших в результате преступления, совершенного в центре города Белгорода 22 апреля. Администрация Губкинского городского округа рассматривала вопросы подготовки мероприятий округа и благочиния, приуроченных к празднованию Светлого Христового Воскресения. На совещании присутствовали благочинные протерей Евгений Сапсай и его помощник Иерий Георгий Кравцов. 19 апреля в городе Строитель состоялась межрайонная спартакиада. Пять команд приняли участие в соревнованиях. Об этом и многом другом читайте на страницах преображения. Газета «Православное Забайкалье» выходит два раза в месяц, распространяется бесплатно как в храмах Читинской и Краснокаменской епархии, так и за ее пределами. 11-12 мая по благословению Высокопреосвященнейшего Евстафия архиепископа Читинского и Краснокаменского в Чите в конференц-зале Казанского кафедрального собора состоится четвертый конкурс-фестиваль детского музыкального творчества «Пасхальная весна-2013» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. 24 мая отдел религиозного образования и катехизации Читинской епархии проводит олимпиаду по церковно-славянскому языку для учащихся общеобразовательных и воскресных школ, православных гимназий, студентов колледжей и университетов города Читы. Проведение олимпиады планируется в три этапа. Все подробности можно узнать на официальном сайте епархии www.читadefiseparchia.ru. В начале апреля в конференц-зале Казанского кафедрального собора прошла встреча с доктором культурологии, профессором кафедры литературы Забайкальского государственного университета, автором программы по духовно-нравственному воспитанию молодежи Людмилой Васильевной Камединой. Беседа была посвящена теме «Православная культура как важный фактор воспитания в семье». Подробности читайте на страницах газеты «Православное Забайкалье». Трезвение. Газета Иоанна Притеченского братства Русской Православной Церкви Трезвение. На страницах свежего номера читайте материал о семинаре, который прошел в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. Это первый семинар, проведенный в рамках реализации проекта создания системы трезвенного просвещения в России и странах СНГ, инициатором которого стало Православное общество трезвения из Екатеринбурга. Данный проект стал победителем конкурса «Православная инициатива» в 2012 году. Рассказ о 10-й региональной встрече православных трезвенников Уральского федерального округа в Тобольске, о принятии обета трезвости в Екатеринбургской митрополии, а также новости общества трезвости из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Киева. Все новости читайте на сайте братства трезвения.org. По вопросам распространения газеты «Трезвение» звонить нужно по телефону 8 912 038 61 20 и 8 908 906 90 71, а также на сайте трезвение.org. Газету можно читать в электронном виде. Газета «Благовест» и ежемесячное приложение к газете «Лампада» – это периодические издания Самарской митрополии. Эти издания пользуются спросом, имеют своего читателя и играют большое значение в духовной жизни многих прихожан самарских храмов и не только. Новый выпуск «Благовеста», к сожалению, открывается печальным известием о кончине известного самарского пастыря, настоятеля храма в честь Рождества Христова поселка Большая Царевщина, протерея Владимира Назарова. Отец Владимир полностью восстановил красивейший храм в поселке, установил 15-метровый крест над Волгой, положил начало традиции троицких фестивалей. Летний детский лагерь при его приходе в этом году примет уже восьмую смену. Отец Владимир пользовался большим авторитетом в Самарской митрополии. Его скоропостижная кончина отозвалась болью во многих и многих сердцах православных самарцев. В администрации Октябрьского района города Самары прошли общественные слушания, посвященные строительству церкви в честь святителя Спиридона Тримефонского. Пришло так много народа, что были заполнены все места, люди стояли даже в проходах. В зале было особенно много молодых людей, приехали со всех концов города. Многие в этот будничный день отпросились с работы. Храм святителя Спиридона возводится на высоком Волжском берегу, рядом с комплексом городских профилакториев. Конечно, это был лакомый кусок для тех, кто хотел воспользоваться этой землей в личных целях. Отстояли храм, так называется статья Людмилы Белкиной. В «Лампаде» редакционная коллегия подготовила удивительные рассказы. Один об архимандрите Иннокентии Третьякове, настоятеле Свято-Воскресенского храма города Пугачева Саратовской области. Второй рассказ посвящен памяти Евгения Николаевича Жоголева. Подписаться на православную газету «Благовест» и журнал «Лампада» можно в любом почтовом отделении России по каталогу агентства «Роспечать газеты-журналы». Подписной индекс газеты 31017, подписной индекс журнала 43872. Кроме того, в Самарской области, Республике Башкортостан, Татарстан, Оренбушской и Ульяновской областях издания включены и в региональную подписку. Также жители этих регионов теперь имеют возможность оформить онлайн-подписку, не выходя из дома на сайте интернет-магазина выпиши.ру. Дорогие телезрители, выписывайте и читайте православные периодические издания «Евангельское слово. Источник вечной жизни». С вами была программа «Обзор прессы» и ее ведущий Тимофей Обухов. До новых встреч!